Вы упомянули такую фразу, что несмотря на отношения в контексте западных стран, что касается этого самого отношения, то, что мы видим в последнее время, в последние годы, что происходит с нашими вооружёнными силами, и на армейских играх, и просто в рядовой жизни, и в Сирии, на других полях, оно, в общем, наверное, не должно показать нашим партнёрам, что разговаривать с позицией силы сложно с Россией, но до сих пор отваживаются, до сих пор, собственно говоря, некоторые политики настаивают именно на таком отношении. Вот совсем недавно Ваша коллега из Германии, госпожа фон дер Ляйн, собственно говоря, тоже призвала пожёстче, пожёстче быть с Россией. Ну, да, что с Россией надо говорить с позицией силы. Ну, начну, пожалуй, вот с того, о чём Вы говорите, с того, что госпожа министр обороны Германии сказала. Понимаете, мы проводим эти игры для того, чтобы сюда могли приехать максимальное количество. Мы же, представьте себе, мы больше, чем в 100 стран рассылаем приглашения, в том числе и в Германию. Приезжайте, посмотрите, что у нас здесь на самом деле. Мы никому не собираемся угрожать, мы не против никого, не собираемся воевать. У нас идёт большая работа по восстановлению нашей армии. Да, прошло то время, когда не было средств, когда не было времени, может быть, на армию, но сегодня, и это очевидно и неопровержимо сегодня. И правительство, и, безусловно, президент уделяет этому достаточное количество внимания, столько, сколько не уделялось никогда и никем до этого времени. И, конечно, армия стала другой. И если это кого-то пугает, приезжайте, посмотрите, как мы живём. То же касается высказываний, ведь, ну, если говорить конкретно о Германии, то, на мой взгляд, прежде чем говорить такие слова, надо всё-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там, ну, ещё лет 200 бы. Вот по этому поводу не надо бы говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить там о жёстче и грубее, но я думаю, что вы меня поняли. То же касается разговора с позицией силы, ну, опять же, вернитесь в историю. Если сами не читаете, ну, спросите у дедушек, каково это, разговаривать с Россией с позицией силы. Они, наверное, смогут рассказать. Поэтому вот здесь я опять вернусь к тому, что мы открыты для общения, мы готовы для нормального сотрудничества, но никак не с позицией силы. Никак не с позицией силы. И я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, что это время, когда с нами можно было разговаривать, как когда-то кто-то сказал, там, стороной какого-то второго или третьего сорта, безвозвратно прошло. Спасибо огромное, что вы делили на время. Спасибо большое. Вам спасибо. 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 Спасибо.